Он спрятался сразу же в палату, ну, человек молодой, испугался, понятно, может быть, конфликтов никогда в жизни человека не было. Человек сам не свой, руки дрожат, и тут же мы услышали сразу сквозь двери, как она подняла шум по поводу того, якобы он кинулся на нее. Должны же быть хотя бы какие-то признаки какого-то насилия, я не знаю, какие-то стуки, шумы, какие-то вскрики. А то есть вскрики начались уже после того, как он оказался в палате. Ну, это спланированная акция. Не окажись, он там в тот момент был кто-то следующий. Вот и все. И мальчика не было здесь в палате ровно одну минуту. Ну, в холодильник ходил, в холодильник взять напиток. Ну, за минуту что там у нас делать? Ну, не было минуты. По поводу реанимации. Каждый может войти в реанимации. Вот ко мне жена стояла, сколько она дней просилась, хоть на две минуты пустите меня, я там без сознания лежат, там тяжелая. Ну, это была то интенсивная терапия. А тут просто так вот, вот она захотела туда зайти и все. Ну, что это, что это, здесь я не знаю, детские садики или что. Это моя друзья, здесь серьезная больница. Она целый день искала повод, искала причину для того, чтобы какой-то конфликт здесь произошел. Спровозированный конфликт, конечно, конечно. Женщина наизусть по памяти знает телефоны, адреса всех ведомств и так далее, куда обращаться в случае нарушения ее каких-либо прав. Знает она намного больше простого смертного гражданина, вот, и о своих правах, и о своих обязанностях, вот, чем не применуло блистать здесь каждую минуту. Ну, и все слышим. Так что с утра, с утра все подходило к кульминации. Кульминация оказалась вечером. Молодой парень, 20-летний мимо проходил, вот он и оказался в очередь. Вот и все. Процеду больше всего вспомнить. Ну, а...